Тринадцатая лекция по курсу Junior Java, старт 1 февраля 2015 года. Сегодня у нас две темы. Первая тема, мы рассмотрим принцип инъекции от зависимости, Dependency Injection, Inversion of Control, инверсия управления. А второй, немножечко посмотрим на работу с XML. Конкретно дом, Saks, что-то еще в соске. Итак, и сегодня удалось преломить тренд, сегодня будут у нас задания. Наконец-то, будет три задания, одно по рефлексии и два по XML. Я покажу вам дом и Saks, он я уже выслал. Чего я не успел доделать, просто оно сыровато. Это работа с Xpass и работа с Saks. А вам надо будет сделать то же самое. То же самое, я это и это сделал. Я одну и ту же вещь сделал этим и этим образом. Еще сделаю этим и этим вам. А вам надо сделать то же самое при помощи XQuery и XSLD. XML, на самом деле, это просто формат данных. Вот это способ его парсинга. Бессмысленно низкоуровневый ад. Вот это уже круче, да, вот это тоже сюда относится. Сверхнизкий уровень, это как знать, сколько битов вдавливает. То есть вообще в жизни совершенно бессмысленное знание, по большому счету. Вот это уже более высокоуровневый язык запросов по XML. А вот это два очень высокоуровневых языка запросов по XML. Фактически оба из них пытаются заменить S-Cherry. Но если S-Cherry это язык запросов на реализационной базе данных, то X-Cherry и XSLD это языки запросов по XML. Вот. На самом деле я не хотел этого сделать. Но я бы хотел рассмотреть в рамках того API, что мы изучаем, GDC, серблеты, более высокоуровневые концепции. Потому что если просто зубарить API, то это не очень разумно, ну что, запоминать какие-то методы, какие у них сигнатуры, когда они какие-то исключения не дали. То есть нужно смотреть либо практические применения непосредственно, и из чего-то можно выжать пользу. Ну там, то, что между сервлетом и GSP можно передавать данные, нужно передавать данные через атрибуты реквестов. А корзину покупок надо хранить по атрибутам сессии. Можно хранить по атрибутам сессии. Вот. Это польза. Но некоторые вещи по большому счёту тяжело придумать в такую простую бытовую пользу. Поэтому рассматривать архитектурные шаблоны, которые очень сильно приняты в G2E сообщества. Вот. Что мы уже смотрели из такого вот бессмысленного, беспощадно? Это MBC. Собственно говоря, потому что эталонная работа с сервлетами и GSP это по сути дела реализация шаблона MBC. Собственно, их потому и двое. Ну, как бы сказать, потому что GSP это VUHA, а сервлет это контроллер. То есть попадаем на сервлет, сервлет быстренько достает какого-то данные, принимает решение, куда теперь идти и идёт на ту VUHA. А теперь проблема VUHA, там стили, перенос, лево-право, размер шрифтов, под какой гроузер, как рендерить. Вот. Сегодня мы посмотрим вторую вещь. Любой VUHA фреймберг следующего уровня. Ну, если бы я считал Java-медлы, я бы считал что-то над сервлетами. Это был бы GSF или GVT. Это две технологии, которые стоят над сервлетами. Раньше был такой страз, но он уже благополучно умер. Вот. А MVC это ядро всех этих фреймбергов. Это архитектурный принцип, на котором они построены. И поэтому, когда мы рассматриваем MVC, мы понимаем, как в будущем будут эксплуатировать сервлеты. Так. То есть, это моя идея, но вот рассматривая такие архитектурные штуки, причём какие-то именованные, которые легко можно в интернете посмотреть, в книгах, можно быстро понять объединяющие принципы и разобраться в этом API в целом. Хотя детали можно таким не иметь. Ряд вещей, но для меня я не могу их запомнить. Сколько раз читаешь, три дня помнишь, потом много потерялось и всё. То есть, почему в сервле можно создавать много инстансов, а фильтров только один, я так и не понял. В чём логика? Почему фильтров один инстанса немного, например? Ну, то есть, какое-то такое знание странное. Вот. И чтобы всё API, вся спецификация не было таким странным набором каких-то факторов, желательно рассматривать объектурные концепции более высокого уровня. Сегодня мы рассмотрим Dependency Injection, инъекция зависимости и инверсию контроля, inversion of control. Дело в том, что это, эти принципы, это ядра двух ключевых конкурирующих контейнеров, контейнеров для бизнес-логики. Это Spring и EGB Tracking. Ну, и жили три версии. Вот вторая, третья отличаются критически. Третья уже пару лет в продакшене, поэтому надо про неё. И та, и другая поддерживают оба этих принципа. И поддерживают неспроста, потому что они резко и критически упрощают программирование. Реальное корпоративное. Поскольку времени на Spring EGB у нас нет, там меньше, чем 4 лекции вообще нет смысла. Вот, поэтому просто сделаем что-то маленький Spring, и всё. В принципе, всегда проще сделать самому что-то. Так. Хитрость в том, что мы будем в целом повторять архитектурные решения, которые сделаны в контейнере Spring. Мы возьмём, я возьму оттуда основные форматы и основные схемы наименования. Вам я дам основную книгу по Spring. Если хотите, почитайте. 30 глав, вся польза, о которой мы будем говорить сегодня, созерночна в первых трёх главах. Там с картинками не совсем. В принципе, можно читать, даже не знаю, что такое Spring. Что такое? Spring Reference, например, в интернете на сайте Spring. Ссылку дам. Так. Какую проблему мы будем сегодня решать? Да, решаем это, поскольку настройки Spring хранятся в XML. Я сделал такую же XML, мне надо читать XML. В чём-то мне не самоцель изучить API для работы с XML. Просто если настройки хранятся в XML, надо его читать. А в GDK встроена работа с XML. Поэтому я взял минимум класса оттуда, разобрал XML. Такого очень простого. Хорошо. У нас всё абсолютно... Я запускать даже не буду. Сейчас всё работает абсолютно так же, как в прошлый раз. Ничего внешне не изменилось. Но сейчас это у нас был просто Project. Пока наш проект маленький, это незаметная проблема. А именно, смотрите, вот мой QuizController. Да, у меня есть какие-то константы. Ну, может, нехорошо хранить константы прямо в полях. Ну, чёрт его знает. Может, лучше о внешнем файле пропускать. Logger, да, тут должен быть. Метод doget, логика какая-то. Ну, что поделать? Конкретно меня волнует такая проблема. Поскольку я сказал, что вот пока мы, наверное, сегодня в последний раз, когда мы рассматриваем фронт-энд отдельно. Я сейчас отцепил, и у меня сервлеты, да, я в Skype выслал полчаса назад, час назад уже всем текущий код. Приношу свои извинения, что я не весело до этого выслал. Вот. В текущем коде у меня фронт-энд отделен от DAO. Это выглядело как? У меня вместо транзакшн-менеджера транзакшн-менеджер мог какой-то, никаких транзакций нет, получив какой-то колл-эйбл, вызывает колл и возвращает. Вот. И квиз DAO у меня интерфейс квиз DAO у меня не настоящий квиз DAO никуда в базу он не ходит. У него есть мапа типа memory ключом является первичный ключ ID ну и реальный кризис. И я вручную просто в конструкторе забиваю кому-то у меня есть три квиза забил select by ID это выборка из мапы select all я просто конструирую лист по множеству значений мапы такая маленькая memory база просто для того чтобы у нас не было проблем с базой проблема только поднять настроек томкэт скомпилировать положить и все вот и в чем проблема сейчас у нас не очень заметная но я думаю лекции через 6 она уже станет весьма остро проблема собственно в чем вот у моего контроллера есть поля есть какой-то квиздао какой-то трансовший менеджер все хорошо но оказалось когда я хочу изменить поведение уровня доо я хочу теперь чтобы под интерфейсом квиздао подразумевалась не квиздао gdbc а квиздао мог то я должен прийти в контроле изменить в нем код правильно тут был квиздао gdbc а теперь квиздао мог перекомпилировать и запустить и все работает то есть получается проблема в том что каждый раз когда я хочу поменять реализацию там где-то квиздао я должен приходить во все места которые используют квиздао в моем случае это контроллер и переписывать код перекомпилировать вообще говоря это нехорошо эта проблема решается следующим образом смотрите как здесь написано квиздао типа квиздао квиздао это общий интерфейс правильно это просто контракт и обещания тот кто будет квиздао у него будут сейчас два метода выборка поиди выборка всех но мне приходится указать здесь точный тип вообще теряется смысл интерфейса на самом деле ну если я написал квиздао ничего не изменилось а теперь наш всегда когда слева интерфейс мы всегда справа отвечать а мы все всегда когда слева интерфейс например лист мы всегда справа нью создавали или рейлист или линкет лист все равно всегда мы справа указывали конкретный тип и пока мы живем в мире как бы некорпоративного программирования то это небольшая проблема ну как бы некорпоративного программирования короче пока у нас не будет список я пишу маленькие программы которые работают и вводят в консоль что-то один человек пишет за 4 часа но переходя к большому корпоративному миру когда вот эти штуковины пишут очень много людей но здесь отдельный какой-то товарищ который работает на уровне того потому что у нас есть 400 типов сущностей и все надо сохранять в базе в 400 таблицах он-то свою работу автоматизировал но из этих 400 таблиц 50 какие-то вот такие кривые и он потом еще что-то делает он там написывает а есть человек который работает разрабатывает уровень каких-то веб-сервисов и он тоже обращается к 300 удаленным сервисам и когда мы хотим вызвать веб-сервис у нас есть какой-то интерфейс например яндекс мани-сервис то есть имплементация которая куда-то ходит переводит яндекс мани и соответственно когда мы что-нибудь там делаем то вообще мы не хотим знать как конкретно сегодня каким конкретно классом какой конкретно сегодня класс реализует квиз-долог сегодня один завтра он что-то соптимизировал переписал там откатил тестовый мод в общем правая часть нехорошо решение следующее мы да я создал волшебную аннотацию inject это ты создал или да она совпадает по имени с текущей такая уже есть у спринга были свои аннотации у EGB свои сейчас комитет по сандартизации джавы GCP они придумали свои аннотации вот inject это их аннотация и фактически попытка объединить спринга EGB OAP и вот видите аннотация inject и собственно ее принял спринга EGB теперь они тоже поддерживают ну иначе и я теперь ее поддерживаю нет я не поддерживаю у меня своя с таким же именем в чем магия у меня есть сервлет я просто объявляю что у меня должны быть поля ну а иначе как иначе компилятор будет ругаться мне вот тут надо у кого-то вызвать select by id и тот у кого я вызываю в общем-то если я хочу как бы программировать на джаве все еще может извратиться без этого но если я хочу иметь что-то чего есть метод select by id дать ему id то это что-то должно быть объявлено оно может быть аргументом метода может быть локальные переменные может быть поле но он должен существовать поэтому есть поле но смотрите квиздао это интерфейс я не указываю какая конкретная реализация квиздао должна быть нет у меня есть некоторые магические контейнер то есть у меня сейчас начинается то что составляет суть G2E программирования у меня будет два независимых контейнера которые мне надо синтегрировать то есть мой BIN квиз контроллер не BIN мой квиз контроллер одновременно является сущностью параллельно двух контейнерах с одной стороны это сервлет для чего это надо потому что если ты являешься сервлетом то веб контейнер начинает тебе кидать запросы он разбирается в HTTP собирает собирает берет тебя создает тебе и дает тебе прямо запрос и дает место HTTP сервера response куда ты напишешь и там на клиенте окажется ответ тебе не надо знать протокол HTTP не надо пул потоков заводить вообще не надо потоки создавать тебя кто-то создаст и бросит HTTP запрос это потому что ты существ внутри веб контейнера пропиши в XML наследуй HTTP сервлет и магия для тебя выполняется здесь нам нужна вторая магия я хочу чтобы некто создавая меня когда я создаюсь он перехватил этот момент зашел в меня посмотрел на мои поля если увидел поле которое обозначено аннотацией inject написано хочу квестдал да вот это это не имя ну тут text manager написал этот некто заходит в XML на Javi надо джави когда правильно джави программируют на самом деле XML когда говоришь ну а фреймёрков вот у нас уже два XML первая это WebXML то есть всю магию делает только нам надо WebXML рассказать ему что брать как отмапить запросы и так далее теперь это у нас полностью называется application context есть web пом xml да вот мы создаем свою xml но которая в общем-то я может ошибаться я одну скидку писал но полностью совпадает с подмножеством то есть тут используется ряд тегов не все а часть тегов которые используются для конфигурации спринга я им просто говорю контекст это потому что они если вы понимаете application context контекст приложения то есть контекст вообще в программировании это окружающая ситуация в принципе используется и философии и психологии и монетарных но в программировании как бы четче то есть контекст приложения окружение приложения значит так под именем квистао подразумевай экземпляры класса и указываем экземпляры класса под именем txmanager подразумеваю вот тебе конкретный имя класса полное имя класса чтобы с ним работать конечно у этой штуки должен быть конструктор публичный без аргументов класса должен существовать публичным чтобы море спокойно создать вызов конструктор без аргументов и передать его туда куда надо ты хочешь сказать что если нам нужно будет доо просто вот здесь поменял мок на доо и он уже обращается к другому то есть тот второй контейнер вот в своем ядре спринг ситуация следующая спринг вначале был сейджи он был очень тяжеловесным и им странно очень пользовались это IBM написал для внутренних нужд EGB 1 а потом продавил open-source сообществу не скажу для чего он был вначале он рост становился сверхтяжелым EGB 2 это жуткая спецификация которую учили программисты только потому что в банках за это хорошо платят то есть это был ад в ответ появился спринг он строился вокруг другого он сказал что EGB это жуткая спецификация мы сделаем всего одну штуку спринг спринг появился Род Джонс написал книгу где он собственно сильно крепко прошелся по EGB она называется Java G2E без EGB корпоративно программируем Java без EGB он сказал наезжал вся книга это набор наезда на EGB я сказал что смотрите я могу на коленках сделать такую удобную штуку а у вас такой нет вот она реально нужна это мы как-то так обозначили и нам кто-то взял и вставил сюда конкретный тип мы там вакцибале настроили перезапустили и сюда вставили другое идеальное место для то есть по сути вот это заменяет нам правую часть когда мы листов подставляли или рейлист или линкет лист и вот это вот мы в xml прописываем какой-то конкретный тип сейчас я на самом деле это не доделал но идея вот в этом да но чтобы в следующий раз да идея в этом но идея еще сложнее потому что допустим мне нужен какой-то экземпляр у меня есть интерфейс А и я куда-то хочу себе А у меня поле типа А кто А реализует у него есть какая-то реализация А и импуль но этой конкретной реализации чтобы работать нужно какое-то другое Б ну из примера который приходит в голову у меня есть доо чтобы доо работал ему нужен connection или ему нужен вводит паспорт пускай чтобы доо работал нужен дата source он будет брать connection да а дата source нужен вводит паспорт он присоединился к базе ну там уже ничего не надо но в общем-то оказалось что А имплу нужен какой-то Б он будет что-то брать у нас есть наследник Б конкретный Б имплу да это в следующий раз я допрограммирую сейчас просто не успел а в имплу нужен какая-то реализация C из-за того что это четко приводит к тому что мы делаем многоуровневое приложение вот уровень доо например не должен волноваться откуда берутся connection логин паспорт базе это не его проблемы gdbc доохи любой нужен connection она в connection знает какой послать и как разлсет распарсить она не думает про connection пул она не думает про логин паспорт базе она не должна знать про ip то есть layer это когда фактически вам дают аргументы вы с ними делаете какой-то небольшой минимум то есть вы разбиваете работу на кусочки работы и передаете их дальше только следующий layer как бы такая рекурсия только вот и разбиваете 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 вам пришел конкретный айди а тут у вас connection вы берете по айди стройте ски селек from какой-то таблицы бай ба гераль туда кидаете вытаскиваете разбираете результат работайте с исключением возвращаете там лист к визу откуда взялся connection вы не решаете идея в чем если архитектура не лейерная то обычно есть главный метод какой-то квиз да gdbc у меня есть метод select by id но метод такой сложный что он вызывает методы f и g которые описаны ниже но они тоже такие сложные что они вызывают методы x и y которые 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 например этот метод регистрирует gdbc driver читает из property файлов 1 password и получает connection он означает connection select by id понимаете да получается сами select by id это огромный метод из которого просто вырезали кусочки и прямо здесь в одном уровне налепили кучу методов вызов select by id он обращается к методу get connection который обращается к методу load and parse property file потому что логин и пароль в property file которые 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 идея архитектуры в том что этот метод не обращается к себе у него есть специальный объект data source типа data source у которого есть метод get connection это более низкоуровневая коннекцию нет специального метода своего для получения коннекшена нет него есть другой объект который выдает connection вот это называется в р получается если грамотно спортерная архитектура то мы понимаем что как бы data source это более низкоуровневая более системная штука она от кода берет connection она знает логин паспорт айпишник база она знает про connection пул видимо более системный уровень но она в общем-то ничего не знает про структуру базы данных например она знает где база находится она не знает какая в ней таблица ей не интересно как gtbc драйвер он в таблице его не волнует так вот а quizdao например уже его волнует какие существуют таблицы но его не волнует оттуда берется connection так вот и когда проектируют хорошую многоуровневую архитектуру то получается что вот этих инъекций происходит очень много контроллеру нужно DAO DAO нужен data source data source нужен пароль и айпишник базы мы это можем запрограммировать все в одном месте но идея разрезать нас слои в корпоративном мире достаточно хорошо прижилась то есть надо понимать что при проектировании например компьютерных игр ну архитектуры другие это все происходит из того что все даже не g2e а ее программирование это просто толстенная прокладка между браузером клиента и базой данных браузер нажимает кнопку после чего запрос как-то идет 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 попадает в базу оттуда делается какая-то выборка идет 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 попадает в браузер у вас никаких внутри как бы завихрений нет мы просто вот так ходим туда сюда и поэтому идея что мы ставим вот так уровни в каких-то архитектуре например это компюлер на игре там как бы нет базы а в памяти висит поле боя где действует огромное количество персонажей искусственный интеллект какие-то бои в городе немцы между собой общаются рассчитывается физика туман и получается не то что я ему говорю нажал кнопку давай отрендерил экран а как происходит живое общение я как бы сопричастен к какому-то живому организму то там лерн архитектуры не работает ну в смысле можно написать но уже прямо начинаешь писать и все время вопрос зачем это сделать кому это помогло потому что там как бы по-другому там есть огромная модель она живет крутится а мы за ней подсматриваем физика то есть автономный процесс раз здание пошло валиться да что ж такое что вы все спите открой окно днем вообще нет из этого происходит что предлагают иметь для каждого такого вот шага от браузера в базе данных иметь отдельный набор классов пакет это пакет у меня контроль контроллер это пакет элементы класс пакета это элементы пакета gdbc это элемент еще чего-то класс отсюда класс отсюда чтобы матрешку собрать нужно вот их обычно сделать другого поля не только вишки у нас сейчас бизнес-уровня нет вообще говоря мы сразу сверху с контроллера попадаем в базу данных никакой бесслогики пока нет вот так мы просто показываем на экране что в базе лежит обработки нет некуда и у нас поэтому такая матрешка короткая в контроллер нужно вставить долг всегда вот начинается уже мастерство g2e-шников за что им платят 2-3 тысячи долларов заключается в том что каждый конкретно одним контейнером научиться пользоваться достаточно легко то есть контейнер заточен так что его можно прямо поставить и все уже работает зашел в интернет блог 5 минут как поднять один сервлет тонкая тут 5 шагов поставить тонкая веб-ксмл положить все зашел на страницу localhost видишь кого да у тебя веб-приложение проблема возникает когда сращивается несколько фрейдверков несколько контейнеров из каких-то здоровенных штуковин которые делают за тебя очень много не пассивная штука ты ее вернешь она тебе вернет там просто так просто если я могу засти сто таких штук я их дернул и он вернул я их справлю дернул все ухудшается когда это контейнер это он тебя будет дергать а теперь ты говоришь я хочу чтобы меня дергал и тот и тот он за собой начинает эффекты конкретности. Это говорит, я хочу конструктора, который будет публичным, и у него будет аргумент такой-то. А этот говорит, я хочу конструктора без аргументов, тогда я буду создавать. И вообще, контроллеры Tomcat сам создаёт, а потом вызывает нет и нет. Если другой контейнер говорит, нет, я буду создавать, то резко возникает вопрос, кто тебя будет создавать, а хочется пользоваться теми другими. И тут, на первых порах, все популярные контейнеры учитывают друг друга, и в принципе, опять же, есть вроде как простые примеры, как сделать нечто, что лежит одновременно и в Spring-е и в Tomcat. Потому что Tomcat слегка затачивают под Spring, Spring слегка затачивают под Tomcat. То есть они друг друга учитывают. Они на рынке уже более 10 лет, сверхпопулярны, всё. Но как только шаг в сторону, например, у нас есть какой-то третий контейнер, непопулярный. Или нам нужно как-то экзотически срастить эти контейнеры. Сразу возникает идея, что без детального понимания, как каждый контроллер работает, каждый контейнер работает, то есть чётко надо знать, как работает каждый X нам по точностью. То есть мы должны чётко знать, что Tomcat, веб-контейнер, да, Tomcat, может создавать любое количество экземпляров сервета одного и того же. Если мы этого не понимаем, мы берём два контейнера. Этот говорит, должен быть один и только один, и хранить всё в полях. А этот говорит, я создам сколько хочу, в полях не храни, храни в атрибутах. То без понимания устройства каждого контейнера их сращивание практически не происходит. А весь рост производительности труда в G2E достигается за счёт того, что есть несколько, ну скажем так, десяток очень важных фрейборков, контейнеров. Да, ещё раз напомню, отличие между библиотекой, фрейборком и контейнером. Библиотека пассивно и не задаёт ограничений, как нам выглядеть. log4g Говорит, ну создашь, когда захочешь, логер, сколько захочешь, когда захочешь, вызовешь метод log. Фрейборк – это нечто, что пассивно ещё, но уже накладывает на нас ограничения. Пример мы не рассмотрим. Например, штуковина, которая говорит, возьму любой твой класс и превращу в XML, когда ты мне прикажешь. Но она уже требует, твой класс должен выглядеть определённым образом. Я же геттеры и сенттеры, например. Иначе она не поймёт, как оттуда едет в XML. А контейнер – это когда он накладывает ограничения на структуру и он активный, но пассивный. Вот Tomcat. Это он у нас вызовет конструктор. Это он, когда захочет, создаст экземпляр меня. Я пишу контроллер, а он меня создаст. Это он, когда захочет, просит мне запрос. Не я сам, не я, когда хочу, вызываю этот дугет. В каком хочу потоке? Нет. Он говорит, есть неконтролируемый твой пул потоков. Есть неконтролируемый твой клиент. Когда он пришлёт запрос, я тебя вызову. И вот за счёт наличия нескольких, ну скажем, десятка ключевых фреймверковых контейнеров G2A-сообщества и множества мелких либо конкурентов, либо просто независимых реализующих экзотическую функциональность. Хороший G2A-программист, сращивая разом такие мощные контейнеры, может в разы уменьшить объём человека-часов, требующий на проект. То есть проект, если его писать на C, C неплохой язык, классный, но просто что, этих библиотек, в общем-то, в нём нет. Допустим, этот проект занял бы 10 тысяч часов. Хорошо, у нас есть Java garbage collector, что там ещё есть, поэтому 5 тысяч часов. У нас уборщик мусора, не надо контролировать, деструктор не надо писать, не надо отлавливать, всё само убирается. Но суть в том, что деликат, захочешь работать с HTTP, поставь Tomcat и всё, вся работа с HTTP у тебя же есть. Куки? Есть куки. Загрузка из формы? Есть. Майн-тайпы? Есть. Многопоточность? Есть. Оп, и мы полтора тысячи часов просто отбросили. Говорим, да у нас бесплатная штука из интернета качается, там всё это есть. Хочешь ходить в базу? У нас есть GDBC-драйвинг. У нас есть Cybernate, он сам твои объекты разложит в базу. Ещё полторы тысячи часов, полторы тысячи часов. И то есть как бы крутой программист может свести к тому, что из проектов 10 тысяч часов осталось 500 часов программировать. Если это огромные контейнеры и фрайверки, ты берёшь, у каждого есть какие-то качества. Этот обрабатывает HTTP. И у него есть пул потоков. Этот, например, связка GDBC-драйвер с GDBC-коннекшн-пул. Он умеет знать протокол на SQL и посылает его в сеть. Кроме того, он отвечает за то, что он создаёт TCP и IP-соединение. Мы не волнуемся. Коннекшн-пул говорит, я тебе создам, монопоточный, хороший, защищённый, пул соединений. Вообще не волнуйся. Бесплатно скачаешь это одним кликом. И проблема G2-ешника возникает в том, что надо достаточно хорошо знать свои инструменты. Вообще игре очень хорошо. И поэтому уметь их сращивать. Есть эталонные сростки, которые устоялись, там всё хорошо. Заходишь на блок, пять минут как срастить там, не знаю, Spring-E и тонкое. Оп-оп-оп-оп, пропиши, вы высынули то, а Spring-E сделай то. Всё. Но как только отходим мы от этого, сразу же надо знать устройство контейнера. Итак, давайте смотреть, кто нам вот это вставляет. Да, вначале я сейчас дам хорошую статью Мартина Фаулера, где он обсуждает два принципа. Это высокоуровневые архитектурные такие шаблоны. То есть не те шаблоны, которые у Gov, которых 23 штуки в книге. А это MBC. Нет такой книги, где было бы 23 шаблона, MBC один из них. MBC – это нечто мощное, на чём строится целый файлёр. Второй – это вот эта штука. То есть целый Spring фактически на этом построен. Я дам статью Мартина Фаулера, очень знаменитая, может я её уже давал. Гелл рассматривает, в чём между ними разница. И приводит простые примеры, что это такое. Нас интересует Dependency Injection – инъекция зависимости. Это вот то, что у нас. Наш контроллер зависит от квиздалла. И мы хотим, чтобы не мы его взяли, чтобы не мы были активными. Я говорю – new, указываю имя класса, конструктор, и можно уже аргументы. А эта штука ещё в конструкторе может захотеть, например, exception кинуть, метерное обрабатывать. Или, например, я её создал, она говорит – а мне такая штука нужна. То есть проблема активного, что он должен принимать все решения. А я хочу быть пассивным. Я говорю – нет, 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 ты мне возьми и как-то вот сюда инъектирую. То есть ставь то, от чего я завишу. Сделай макин. Там сам разберись. Ну и возникает интересный системный вопрос, например, что будет, если при создании квиздалла в конструкторе кинуть исключения. Dependency Injection – это раздел Junior или это всё-таки ближе к MeToo? Это уже ближе, наверное, к MeToo. Ну как здесь? Понимаете? Статка следующая. В самом G2E нет деления на Core, Junior, Middle, Senior, Архитектор. То есть приходит заказчик. И он по какой-то причине решил, что он уже вот такие на здоровенный G2E сайт. Есть чёткое G2E, оно одно на всех. Там описан список технологий и список способов решения проблем. И, в общем-то, заказчик, когда платит, он как бы платит за всех за Senior. То есть у него отличие с Senior, ну, может быть, Senior и Медлы. Отличие Senior и Медлов – то, что и те, и другие знают это всё, просто Senior могут принимать решения, держат слово, и у них есть на какой-то опыт. Это те же самые Медлы, только которые уже три года это делали точно. Именно это. А может пять лет. Чёртик, я не знаю, что там наши брешут американцам, когда получают проекты. Это вот надо спросить. У нас есть человек, который получает заказы. Ну хорошо, не так, наверное, красиво назвать. Ну молодцы. То есть хайпер завален проектами, то есть благодаря вот таким людям. Вот. Но суть в том, что… Поэтому очень тяжело сказать, что должен знать Junior. Он будет… В общем-то на рынке нет устоявшегося понятия, что значит G2E Junior. Фактически на сегодня самое, так сказать, конструктивное, самое продуктивное определение Junior через зарплату. Junior – это некто, кто получает от 400 до 1000 долларов. То есть приходит человек, у них G2E проект. Он говорит, я хочу писать ваш проект, ваш сайт с базой данных. С ним говорят и говорят, да этот парень стоит 700 долларов. То есть человек на G2E проекте, может он вообще ничего не знает про сервлеты, зато хорошо знает многопоточность. А у них там как на поточная проблема. Или хорошо знает SQL и еще немножко JavaScript. А у них на проекте есть. Они говорят, этот парень стоит там допустим до 1000 долларов, но сейчас он сам себя не уверен, мы сбили цену и платим ему 575 долларов. Мы ему еще 25 добавим после пробного срока. Оп! И получается, что человек становится Junior, при том, что он может не знать вообще, что такое сервлеты. Это самое конструктивное определение. То есть надолго, долго там обсуждали, на сегодня принято, что если вы получаете 2500 долларов больше, вы Senior. Определить список, что должен знать Java Senior, вообще нереально. У тех просто есть сервлеты API, у тех нет API вообще. Они все написали с нуля, а у них простой проект, очень много запросов в секунду. Прям контекстная реклама какая-то. И все, получается, то вроде как Java Core Plus 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 Plus, там многопоточность одна и работа с сетевыми сокетами. Но в конце они наваяли, это получилось веб-приложение, оно в браузер гендерится. А у этих что-то огромное, куча пробёрков, сверхмедленное. Ну то есть знание этого не помешает. Это часть G2E. А лишь нам оно поможет выучить пару приятных штуков. Итак, кто-то мне инъектирует зависимости. В данном случае я сделал интеграцию через конструктор. То есть мне надо было как-то завязаться. Вот этот второй контейнер, мой dependency injection контейнер, должен как-то отлоить процесс моего создания. Это я так решил завязаться. Можно было бы придумать как-то по-другому. Сможем сделать конструктор по умолчанию, например. Tomcat хочет, чтобы меня создать конструктор по умолчанию. То есть просто, чтобы было понятно, да? Если я сделаю вот так, то моя система не поднимется. Она упадёт. Почему? Потому что Tomcat придёт. Скажет, так, quiz-контроллер. Ну это не важно. В конце концов, это же ADP-сервлент. Мой dependency injection-сервлент – это же ADP-сервлент. Вот. И прописано в WebXML. Да? Вот написано, вот тип quiz-контроллер. О, смотрите, он сразу подчеркнул красным. Смотрите. Даже ругайтесь, он написал. Quiz-контроллер не имеет дефолтного конструктора. Как мы знаем, когда мы объявляем конструктор любой, то конструктор по умолчанию, который нам вставлял компилятор, исчезает. Больше у нас нет конструктора без аргументов, и Tomcat нас не сможет создать. Он не знает, какой аргумент дать. Он по спецификации сказал, значит так, у сервлентов должны быть конструкторы публичные. Да, я могу вот это, кстати, отбили. О, хорошо. А теперь я делаю так. 3 ватт. Да, опять ругается. Ну вот это вот контейнер. Я теперь не управляюсь своим классом, он требует от меня иметь какой-то конструктор. Такая жесткая, у него свои требования ко мне. Итак, я мог бы в принципе... То есть это вот серьезная проблема интеграции двух контейнеров. Мой контейнер по инъекции, вообще говоря, сейчас я вам покажу, особых требований не предъявляет. Tomcat предъявляет. Поэтому я от депенденции женщины начинаю прогибать под V. Мог бы вот тут сделать себе конструктор по умолчанию, Tomcat же меня будет создавать, и вот тут провести магию. Но получилось бы я должен создать конструктор, что-то прописать, в нем какую-то магию делать. Я подумал, что магия должна быть короткой, просто объявляешь себе вот такого предка, который является HTTP-серблентом. И у тебя сами наполняются поля. Итак, как наполняется поля? Есть промежуточный интерфейс. Смотрите. У меня здесь все точно как в Spring. Там есть точно с таким именем интерфейс. ApplicationContext. У него есть, на самом деле, один главный метод. Ну, это просто вторая версия, типа защищенная вот этого. Даешь ему класс, он приводит к этому типу. Вот главный метод. Даешь ему имя, он по имени возвращает тебе объект. Ты дашь ему quiz.dao, он тебе вернет экземпляр интерфейса quiz.dao. Ему дашь tx-менеджер, он вернет тебе экземпляр transaction-менеджер. Это не рефлексия. Да. Торпус.